здравствуйте дорогие радиослушатели сегодня 18 апреля у нас в чикаго 3 часа и 6 минут на улице у нас немножко моросит дождь а у нас студии дождь не моросит у нас тепло и уютно вот и конечно мы сегодня будем говорить о политике как и обычно понедельник произошло произошло события мирового масштаба хочу сказать к сожалению во франции сгорел нотр дам де пари или собор парижской богоматери какой какой да как говорится мы вспоминаем слова из песни но к сожалению это действительно трагическое событие для мировой культуры и для вообще как для такой цивилизации мировой цивилизации эта трагедия всемирного масштаба что за этим стоит как вы думаете грядет ли вот закат мировой цивилизации европейской цивилизации и еще хотел бы поговорить о россии естественно будем говорить о россии о том придет ли распад россии тоже то что происходит россии на сегодняшний день упадок экономики политические разные в отношении россии катаклизмы катаклизмы давайте вот это все попробуем как бы совместить немножко поговорим о франции вообще в европе и о том что грозит ли закат европе или все таки это надуманные слова и как нам быть россии ждать ли нам ее распад или будем надеяться что все таки россия сохранится как государство наш телефон 847 4 00 522 0 звоните и в студии забыл сказать эдуард брумер и геннадий аген а пока на звонков нету что ты думаешь по поводу того что произошло понедельник ну конечно это большая трагедия и как мне кажется все нормальные люди очень сопереживают и сочувствуют французам франции потому что нотр-дам-де-пари это эмблема парижа это эмблема франции но как бы и тут же поднялись голоса что это не зря произошло потому что ты ты все мы видим что происходит в европе последнее время все сказали стали говорить о том что правда боятся немножко говорить что наплыв ислам они говорят другой культуры они не говорят что это конкретно люди из арабских стран пришли в европу в большом количестве хочу напомнить что а по за фейсбуке были опубликованы фотографии да как люди смотрят за тем как сгорает великий храм и фотографии поймали лица вот будем договорить мусульман до людей может мусульман которые этому очень активно радовались так что тут даже не никакого нету удивление но удивление то нет весь вопрос в том что а что вы хотели от людей другой религии естественно люди из исламских стран они довольны этому потому что они считают что только их не религия это все хорошо вот но я не думаю что европейская я вас услышал и мы сделаем передачу по поводу лукашенко и белорусской водки может быть через две передачи так что не отключайтесь ген продолжай да значит пришла другая цивилизация в европу она довольно таки агрессивно и действительно ничего ждать от того что они будут как бы сочувствует пережать потому что это другой мир поэтому ничего мы сказать по жал мне очень жалко я лично путешествовал много лет назад по франции в париже и как мы все и ты дик мы были в собой парижской богоматери все смотрели естественно знаменитый фильм читали книгу на книгу читали лова бриджида и энтони куин это все конечно мы все знаем но я не думаю что идет закат европейской цивилизации потому что европейцы сильны все-таки культурой единство им надо откорректировать наверно все таки свои отношения с исламским миром и на одной из у вас есть звонок да ну давайте придется включить давай продолжаем да и значит вчера на многих российских телешоу значит это это царказм по отношению к европе и по отношению в частности к франции он слышался они говорили о том что ну вот видите вода доиграли да да мы вас предупреждали что так она будет хотя и предложили свое видение культуре мира и сказали что например журналисты тяков предложил в результате чтобы европа принял а значит российский российский культурный код как они говорят и расстала развиваться так как россия развивается мы вас слушаем говорить по дороге день в этом пожаре мне самой подозрительной частью показалось то что через час после этого пожара начало они объявили или конца они объявили о том что это не был поджог что это было что-то другое это будут расследоваться и так далее как через час они могли знать что было а теперь они занимаются длительным расследованием это говорит о том что они будем говорить так боятся и отмежевываются того чтобы обвинить этих пришельцев которые на самом деле они захватчики в европе они просто другая культура и так далее их цель вытеснить европейцев и захватить их землю и они французы побаиваются их и поэтому они вот так моментально об этом объявили хотя не неизвестно было или не было спасибо большое если говорится пожалуйста учителя или отмучить или приглушите пожалуйста ради мы вынуждены будем вас отключить говорите говорите добрый день добрый день до господа брумер и братья брумер и вы сказали а а пожаре я говорить не буду потому что это требует определенного времени определенного расследования но дело в том что его вы спросили грозит ли европе закат да грозит потому что искусственно созданное объединение евросоюз которая абсолютно ни на чем не основана вот это вот и тяжелые роды выхода великобритании с евросоюза потом вы знаете что не все страны они имеют монетарную систему евро которые входят евросоюз и самое главное что в италии вернули в свидетельство рождений а конец графу они parent 1 и parent 2 родитель 1 и родитель 2 ну и на вторую часть вашего вопроса грозит ли россии распада грозит как соединенные штаты распадутся на следующий день так распадется россия спасибо вадим вы знаете вы меня обнадежили по той причине что значит после америки распадется россия да хочу вас успокоить потому что ну при нашей жизни америка не распадется потому что это америка а вот у россии все возможности для распада есть мы об этом может поговорим немножко во второй части нашей передачи но я объясню свою позицию почему для этого есть все предпосылки я звонки еще пока нету до говорим про европейскую цивилизацию мировую цивилизацию значит как я понимаю все вы восприняли то что во первых он не сгорел нотр-дам-де-пари там сгорела крыша упал шпиль но сам сам остав само само здание осталось что в принципе нас радует и показывает о том что цивилизация европейская в принципе крепко как бы к ней кто не подходил и как бы не хотел ее уничтожить поэтому скажем так не дождетесь те кто хочет чтобы все это рухнуло ну а то что безваберность есть ты мне скажи а вы стоит ли вообще нам ожидать что или во франции или в англии в других европейских странах может быть даже сша будут происходить вот такие вот поджар пожары или это всего лишь как бы единичный случай предполагающий там как говорится как ты будешь безваберность а мы два на примере звонок говорите пожалуйста добрый день дарак говорите а сути да я бы хотел сказать что вот некоторые привлекаются развал евросоюза европа пережила массу на 6 не знаю только откуда включая викингов турок там и прочих арабов ничего раба ушли из пиренейского турки тоже потеснились и венкинги ассимилировать так что европе с ее культурным кодом ничего не грозит никуда она не распадет спасибо дельник ответствую виде брехет я хотел обратить внимание на один вопрос на насчет выборов на украине да там явно какой-нибудь из-за 7 то я не знаю кто говорит что вот если у зеленского не получится то начнутся гонения на евреев так как они везде то начнут это явный антисемист который скрывается за лозунгом что мы евреев любят на что если так следить то получается что евреи это виноват а то другие там армяне и аваков и прочее ватно будут евреи спасибо спасибо по поводу украины мы будем говорить следующей передаче а сегодня мы говорим говорите пожалуйста сегодня мы говорим о мировой я первый раз слушаю ваши передачи и очень удивился тому как вы брёте все время хорошо насчет сарказма это я не знаю какое радио вы слушали кого вы слушали может быть этого и украинское слушали а то что творится в европе мы посмотрим через пару лет а по поводу сарказма вам сразу отвечу мы слушали не радио если слушаете вас нас внимательно а надо слушать внимательно потому что слух такая штука да нужно слушать внимательно мы говорили по поводу передач российских не радио а передач поэтому обвинять нас в том что мы что-то неправильном говорим вы не можете потому что со слухом у вас очень плохо кстати я и у я и сказал источник откуда шел этот сарказм это журналист и теклов виталий то и чьи известный человек в россии именно он конкретно какой передали это было передать право голоса господина бабаяна вот он конкретно там и сказал что мы конечно где-то как-то сочувствуем но они получили нужно они за что они захотели это сарказм чистейшей воды сарказм то что я не поддерживаю я скажем так я не поддерживаю то что происходит с организации во франции и в голландии вот но радоваться беде соседа ни в коем случае мы это делать не будем у нас есть звонки еще пока нету а ко всем звонящим у меня большая просьба вы хотите с нами поспорить вы хотите высказать свое мнение вы хотите как говорится дискутировать пожалуйста мы принимаем любые звонки пожалуйста будьте корректно вам что-то не нравится скажите я с вами не согласен или вы что-то неправильно сказали но выходить вот на этот уровень как у нас одно время выходили с оскорблениями и с обвинениями пожалуйста не надо я сразу предупреждаю что я буду отключать мы слушаем говорите пожалуйста добрый день я только не уверена можно ли вам доверять вы не журналист вы работаете на дилерской продаете машины и даете какую-то характеристику какой-то политику в эфир от тебя непонятно совсем я вас понял скажите пожалуйста а сергей соловьё это не сергей соловьёв владимир соловьёв журналист российский владимир соловьёв не слышите вот я просто хочу тем кто значит на кому-то не нравится наша передача у вас есть великолепная возможность почему-то люди вот но своему здоровью пытаются как говорится слушать то что им не нравится вам не нравится мы никого не заставляем нас слушать поэтому пожалуйста говорите пожалуйста добрый день я хочу ответить на ваш вопрос неужели вы себя хотите сравнить соловьёвым вы мне извините это по-моему нет у меня не маня лилича я вам скажу такую вещь если вы не знаете да посмотрите передачу а с госпожой сандеевой есть такая журналист сандеева которая называется напомнение гена манучи да да манучи да посмотрите и пускай она и она вам расскажет как соловьёв стал журналистом окей у меня нету мания величия я делаю свою передачу точнее мы делаем свою передачу так как мы ее видим и так как мы хотим высказываем просто свое мнение вы можете быть с этим согласны или нет вам не нравится флаг вам в руки возьмите булку спалки булочку покушайте и останьте с довольны жизнью мы слушаем дальше говорите пожалуйста я слышал женщина сейчас она конечно высказала свое мнение мне бы хотелось поддержать ее в том что соловьев натуральный еврей чисто кровный и порядочный а вам надо еще учиться у соловьёва чтобы быть хорошими и время в америке я вас я вас не шел я вас услышал вот не вам нам давать советы не вам нам давать это вы не знаете какой я еврей и поэтому не вам давать советы ok а по поводу соловьёва я вам скажу большего подонка в россии чем соловьёв мерзавца и подонка и лицемера по моему нету поэтому вы можете вы считать кем вы хотите это ваше дело вы живете в свободной стране говорите пожалуйста здравствуйте здравствуйте вы знаете но коротко просто меня удивляют люди которые сидят на русском телевидении все так хорошо знает но это ладно меня пугает то что идет ислам уже пару лет назад еще я слышала на радио другом что они объявили швецию первым халифатом в европе так что отрицать что идет ислам нельзя посмотрите у меня есть карта сколько в америке уже находится исламских организаций а наш или инойс вообще весь там были черные кружки весь черный а то что случилось с роттердам неудивительно он же не первый был пострадал то есть и там же еще несколько черти до этого были подражены ну да нельзя говорить о том что это может устоять европа я боюсь что не устоит это страшно спасибо спасибо говорите пожалуйста минутку надо говорите господа который мне нравится передача мы очень умные очень грамотные организуйте свое радио и обсуждать эту тему но ведущим пожалуйста не высказывать не мешайте высказывать свое мнение и пусть каждый человек прослушает и создаст свое мнение свое понимание ситуации которая происходит а насчет нотердам первых информациях прозвучало что возгорание началось сразу в четырех местах по периметру я вообще вы знаете я считаю что это намек всевышнего я согласен с вами знак люди остановитесь и посмотрите вокруг себя что вы делаете вот это мое мнение спасибо а звонков пока нету мы я напоминаю тему нашей передачи мы говорим о том что произошла большая трагедия я звонок да говорите пожалуйста добрый день говорите но если вы молчите тогда нам договорите добрый день алло да говорите мы вас слушаем вы алё да домой недостаточно любите путина а это для них большое преступление поэтому вы должны как-то скажем так соответствовать уровню словил в их глазах я не имею ввиду в глазах на американцу любителей америки скажем так а вот или которые люди смотрят русское телевидение для них словил герой советского союза каждого свои герои спасибо за вашу сюда можете подать мне скажем так а вот сегодня наш генеральный прокурор дал отчет у кого-то какая была первая реакция демократическая партия на этот отчет спасибо а я вам отвечу так по поводу того чтобы я быстро отвечу у нас будет отдельная передача посвященная вот этому отчету значит мюллера и она что за этим стоит у нас будет отдельная передача когда мы будем на эту тему говори говорите пожалуйста а вот здравствуйте здравствуйте вы знаете мне кажется когда люди высказывают свое мнение сейчас они думают что вот вот то что они сказали где-то в четырех местах пожар где-то подожгли мусор никто еще ничего не знает то есть это просто ни о чем разговор просто ни о чем ну хорошо ваше ваше мнение в том плане что и это знак свыше или это или это просто это просто несчастность несчастный случай хорошо это мое мнение спасибо говорите пожалуйста что-то купить продать и поиграть надо слушать какого-то соколова или зачем это нужно вы забиваете голову такой ерунду по поводу не соколова соловьева смотрите смотрите я понимаю вас я я даже будем так быть поздравляю вас есть люди разные у всех свои интересы а я вам объясню в двух словах почему меня так интересует россия сегодняшняя еще пару лет назад она меня абсолютно не интересовало я это объяснял и объясню еще раз очень коротко то что в россии сегодня происходит мне напоминает германию тридцатых годов понимаете вот и все это все это все вы можете с этим спорить можем это обсуждать но я не хочу давайте мы не будем перебивать друг друга но я не хочу чтобы через какое-то время люди которые находятся сегодня в россии до довели страну до какой сокрушения до до какого-то а потом чтобы это все превратилось какую-то войну вот этого мне не хочется а то что на сегодняшний день в россии находится преступный режим во главе россии находится в этом у меня сомнений нет многим нашим радиоуслушателям это не нравится это их многим нравится но наше мнение не нравится спасибо я прошу прощения мы должны уходить на рекламу мы вернемся через пару минут спасибо всем здравствуйте дорогие радиослушатели мы возвращаемся в программу политинформания наш телефон 847 4 2 0 5 2 2 0 и сегодня мы в первой части программы говорили про а собор парижской богомати про эту большую трагедию международного планетарного события и во второй части мы будем говорить о том я просто говорю чтобы мы понимали о чем будем выше бы ко мне не обращались с вопросами или моему соведущему по поводу украины или доклада миллера там и так далее и так далее мы сейчас во второй плане говорим о том если такая возможность а будущее у россии распадется но и линия так что давайте по теме слушаем вас добрый день добрый день я хочу сказать что я абсолютно не злорадствую и желаю и не желал ничего плохого французам тем не менее там расцветает махровый антисемитизм и отсюда евреи убегают мы тоже в рассеянии мы живем в америке но если мы отсюда начнем удирать по случаю того что если антисемитизм то тоже на нам будет плохо поэтому я хочу сказать что если не будут найдены люди которые сделали это конечно пакость я буду считать что это рука бога вот поэтому мы с вами и говорим об этом существует ли закат европы может быть это какое-то признаменование может быть это потому что христианство куда-то не туда пошло добрый день я хочу сказать что я вот по поводу собора париж этого нотр-дам особенно не расстраиваюсь я не злорадствую но я и не переживаю и я вам объясню почему просто буквально за одно за один день эта трагедия французская превратилась в источник наживы если вы помните там один миллионер сказал 100 миллионов второй пожертвует 200 миллионов и люди якобы собирающиеся это ремонтировать сразу закричали нам это мало намного нам надо миллиард извините меня за 300 миллионов можно по моему это снести построить два новых собора если французы не переживать не переживайте ну спасибо спасибо за ваше мнение говорите говорите добрый день добрый день добрый день я про про россию пожалуйста пожалуйста понимаете россия учуя распадаться и и бюджет не планировали под 40 долларов за баррель потому что у них себе стоимость вообще там кажется минус одна копейка и если нефти и газа поэтому когда 70 они прекрасно живут каким-то санкции когда удушили советский союз сделали реком сделал паренью типа 15 долларов когда там действовало а сейчас это прекрасная жизнь не какие о чем вы говорите каждый твиттерский там какое-то указание поднимает только цена опускаться сразу какие-то идут вбросы то меня сила тусили и цена в этот верх идет спасибо мы примем звонок а потом ответим на это говорите пожалуйста добрый день я хотела с вами поспорить и к вам и вот враги звонят позвонят услышают им не бредно послушать что-нибудь кроме этого русского телевидения понимаете и со временем может быть они как нибудь осознают что говорят всякую чушь и ерунду об так что и и и и и я вам советую не меняйтесь и не смотрите на это вы сказали правда что не хуже нету мне казалось что кобзон хуже потому что он в думе наносил намного больше вред чем этот наносит на телевидении потому что принимая законы против детей это намного ну как сказать намного больше подло я с вами согласен телевидение спасибо спасибо мы примем другой звонок спасибо говорите добрый день вы знаете я из нью-йорка звоню тут у нас было многого таких любителей путина а я вот слушаю последнее время вас и мне так нравилась ваша публика я думаю надо же вот чикаго нормальная спасибо спасибо за ваше внимание это приятно я хочу говорить насчет россии вы знаете много времени я сижу на компьютере и давно считаю о том что вот завтра послезавтра путина повесит разведутся выкидут гуляется она что-то вот и приезжают люди билеты в театр по 300 200 долларов все места заняты понимаете ничего не могу понять с одной стороны у меня есть друзья в ленинграде с ними и по скайпу и по телефону общаюсь на бедные говорят как жили так и живут богаты у меня есть два друга они немножко плачут говорят да стало труднее но вместе с тем вот что она распадется уж очень много лет я уже всяком случае последние два-три года вот эти слышу и читаю ролики на ютюбе что вот все вот завтра все рухнет не знаю спасибо спасибо большое говорите добрый день здравствуйте вот один радиослушатель высказал свое мнение о том что показывает россии позволено продавать нефть и газ то россия будет продолжать еще долго существовать я думаю что вот когда украину часть украина захватил путин то тогда надо было в пакет санкций включить не покупку у россии и нефть и газа и сегодня уже существование путина в кремле было бы решен давно вот я думаю что все же надо было это включить еще во время того как они захватили в крым и донбасс спасибо говорите а значит давай вот и я отвечу быстренько предыдущим радиослушателям в том что распадется ли не распадется украина россия понимаете такое воровство что они сами просто распадутся на молекулы потому что ничего будет воровать пока нету звонков просто приведу один смешной фактор значит челябинский депутат заявил своим избирателям что он живет на пособие своей дочери которая является состоит в национальной гвардии сша он не уточнил правда какого штата потому что в сша нету национальной гвардии общее общегосударственной и при этом сказал что и он собирается переехать в сша на постоянное место жительства только вот думает взять еще или нет поэтому если депутаты вот так вот живут и такое воровство то давайте давай давай у нас пока звонков нету да пока нет а давайте посмотрим для тех кто для того нашего радиослушателя прошу прощения знаю вашего имени а кто сказал что там все замечательным вчера выступал премьер-министр медведев в госдуме или как говорят ноги в госдуре и сказал что в россии на сегодняшний день больше 19 миллионов людей живущих за чертой бедности понимаете для россии 19 миллионов людей живущих за чертой бедности это не просто большая цифра это огромнейшая цифра понимаете это даже не средний класс до в россии живет какая-то группа людей которая зарабатывает большие деньги на многих говорится продажах перепродажах или за счет своих родителей кстати хочу многим напомнить любителям путинского режима да что практически все дети вот этих руководителей живут не в россии рожают не в россии и кстати не собираются ни жить не рожать не создавать что-либо они все живут или в лондоне или кстати в нью-йорке или еще где-то майами их майами съездите кстати в майами да спасибо ген съездите майами послушайте выйдите просто к океану и послушайте какая речь приоритете но через телевидение и любителям владимира соловьева да вы спросите у владимира соловьева как быть позвоните это можно ждет напишите ему кстати можете написать ему через twitter я ему писал я с ним немножко перепит переписался у нас было очень короткие с ним это мы друг друга не поняли это в общих словах вы задайте ему вопросы насколько он искренен своих передачах и где он да насколько люди сидящие значит вот эти эксперты в его передач насколько они искренне приходит человек значит костюме от армании и так далее да с часами за 12 тысяч долларов или за 20000 долларов и рассуждает о том какой запад плохой и как он загнивает мы правда не знаю на какой машине они приезжают но я думаю что это не жигули и не лада поэтому вы продолжаете любить этот режим продолжайте слушать соловьева смотреть в его честные глаза продолжайте он вам еще много чего наговорить продолжаю разговор о том что может произойти с россией а ее распад не зависит даже от того что мы говорим и хотим мы того или нет ее распад зависит от того насколько чиновники много унесут давайте вот простой пример да они опубликовали последние данные зарплат чиновников ну вот например господин полпред за выпало из головы его фамилия полпред на дальнем востоке вот его зарплата 630 миллионов рублей но вы можете мне объяснить какой чиновник и как он как такой вот чиновник может зарабатывать такие деньги на третьем месте 350 миллионов зарплаты у министра сельского хозяйства сына господина патрушева дмитрия николаевича патрушева и весь этот аппарат сегодня надо кормить при том что до им помогает сегодня им помогает 70 долларов за баррель это правда из которых 30 они отправляют фонд национального состояния и живут в принципе но народ то беднеет народ то беднеет да и значит мэр города соколов по моему хабаровска хабаровска вот у него обнаружили 6 миллионов на 6 миллионов долларов недвижимость в америке значит 55 объектов недвижимость в вас анджелесе и 1 штате вашингтон вот скажите есть будущего будущее у такой страны где ее политики хотят жить на западе в европе в америке при этом ругает наши нашу страну не ну будем так говорить что если мое мнение я выскажу свое мнение по поводу россии на сегодняшний день может сегодня еще сегодня до распад россии и не распад россии не произойдет но будущее к этому все идет дальний восток дальний восток практически уже у китайцев оттуда идет а постоянный экспорт значит трудовой силы и трудовой силы и дерево и так далее так далее так далее посмотрите какое количество гастарбайтеров работает в москве и откуда они и откуда они посмотрите пожалуйста те кто интересуется россией я понимаю что лучше слушать значит кремлевских пропагандистов замечательная передача просто называется москва кремль путин ну передача просто я имею огромное удовольствие смотреть эту передачу это ложь которую там значит оттуда идет плюс еще у нас в россии у нас в россии такая замечательная женщина мария захарова вот которая любые действия российского мида очень красиво приукрашивает она сказала что оказывается сегодня нету изоляции крыма нету изоляции крыма туда ездят все кто только может приехать туда все прутся на на полных парах в крым но только не она ну да почему-то она туда ехать не хочет я понимаю почему я даже знаю почему вот ну как говорится жалко страну жалко страну которую создавали великие люди от петра первого и как говорится до всех императоров александр 2 александр 3 вот в какой-то степени в какой-то степени приложил руку и осип васиронич сталин кстати сколько процентов поддерживает напомню гена на сегодняшний 70 70 процентов сегодня в двадцать первом веке в россии поддерживают сталина и процентов 10 к нему относятся неплохо то есть это вообще за гранью я считаю что это поразительно так страна мы не говорим про сегодняшний день завтра страна распадется но посмотрите как живут регионы например татарастан возьмите сравните татарастан с его нефтью дотационный дотационный кавказ чечня куда уходят сумасшедшие деньги москва которая живет вообще отдельно от всей россии и санкт-петербург тоже дай санкт-петербург дальний восток и приморский край где япония китай они практически владеют там уже собственностью вот поэтому я как бы страна создавалась тысячелетиями а развалиться может за один день к кстати это произошло советским союзом советский союз это и было российская империя но развалился но развалился он за один день вы все помните когда это произошло и мы все а выходцы оттуда и честно скажу я в каком-то смысле когда-то сожалел сейчас нет сейчас я понимаю почему это произошло вот звоните пожалуйста высказывайте свое мнение мы абсолютно не против чтобы вы были и против и за мы будем рада только надо чтобы это было в интеллигентной форме 847 4 2 0 5 2 2 0 а ген мне пока звонков нету а у меня такой вопрос вот то что произошло в понедельник во франции до собор поиской богоматери и вот этот российская будем так говорить культура ну будем давать российской государства которая кстати тоже идет к тому чтобы сожалению идет тому чтобы развалиться это можно как-то совместить понять почему это происходит во первых противоборство между западом и россии идет уже давно у нас не много говорите пожалуй добрый день вот вы принципе выходит от ответа на самом деле зачем мы поддерживаем режим путина ценами на нефть объяснять им что у нас запасы там запасы что не можем закачать чтобы опуститься на нефть это же легко делается зачем мы поддерживаем хороший вопрос я с вами согласен вот когда мы это объяснили с тобой буду говорить о судьбе россии когда это объяснится пока мы поддерживаем россия будет нормально существовать имеете ввиду америку то что мы поддерживаем россию да мы поддержим потому что цены на нефть зависит от нас но в каком-то смысле это имеет право ответ но опять же скажем так это геополитика америке не нужно чтобы россия так ослабо чтобы поднялся китай это давно известно поэтому поддерживают желательно чтобы россия была слабая наверно в этом смысле говорите пожалуйста говорите алло добрый день господин брумер тот который эдуард вы сказали что мария захарова никогда не была в крыму вы не обладаете полная информация кто же крымский мост переезжал а или эти брифинги в как-то бели и второе для всех любителей нефти которые хотят сделать эмбарго для россии доля нефти составляет в российской экономики в бюджете 18 процентов всего лишь 1 и соловьев господа брумеры кандидат экономических наук в отличие от образования он журналист вы молчите в один так вот я вам хочу я бы мне сказали экономически это он журналисту не журналист вопрос стоит о том он профессиональный журналист или нет он не профессиональный журналист который вовремя попал на телевидение который действительно умеет хорошо говорить хорошо умеет врать у него есть таланты он талантливый человек я никогда с этим не спорю понимаете поэтому не надо говорить по поводу соловьева это по поводу марии захаровой я очень рад за вашу осведомленность вадим ну хоть в чем-то вы осведомлены по крайней мере по поводу марии захаровой вот очень будет хорошо если она в америке никогда не понять что если она попадет под санкции и останется в своей москве жить они так как начала проклинаем потом приезжаем сюда на постоянное место жительства это мой вам это мой вам ответ кстати напомню вам что свадьба марии захаровой как раз происходило в городе нью-йорке в одном из самых фешенебельных ресторанов и она совершенно не гнушается чтобы проводить хорошо время в сша насчет россии доли нефти вы можете мне назвать вот кто-нибудь какой товар производит сегодня россия кроме автомата калашников и газа и нефти которые они выкачивают из своих метров вот просто позвоните кто-нибудь и может мы чего-то не знаем мы будем рады послушать ну вот который мирового уровня товар который конкурентно способен на мировом рынке да да может какой-то дизайнер вдруг выстрелил и его его значит одежда представлена на мировых трендах или может быть какие-то автомобили просто бьют рекорды по продажам ну какой товар на сегодняшний день кроме нефти и газа россия может еще автомат калашников дает автомат калашников мы не говорим это террористы всего мира пользуются этим пожалуйста говорите говорите добрый день давайте пожалуйста говорите вы говорите пожалуйста на каких ракетах рд-180 по моему да дело в том что мы же говорим про мировой товар да у россии россия лидер может быть в роскосмосе вы слышали какие там хищения они скоро вообще не будут ни одной ракеты запускать добрый день говорите пожалуйста добрый день до россия считает что она производит хорошее впечатление больше она ничего не происходит спасибо да хорошее впечатление это тоже товар вот это да это тоже хорошее по поводу того что россия производит ракеты вы знаете последнее время я только слышал про илона маска который запускает будем давить в космос хоть что-то стоящее да а в россии господин рогозин на батуте пытается до марса долететь все ракеты которые пытались запускать всегда там были проблемы где-то дырку сделали какую-то я не знаю что они запускают все что я все что я слышу о ракетах и о полетах это всегда со знаком минус просто со знаком минус и просто потому что бывший журналист кстати для вадима бывший журналист рогозин вдруг стал большим экспертом в области космоса и техники поэтому он на батуте пытается достичь говорится марса и и других планет ну во первых те наработки которые есть в роскосмосе это наработки восьмидесятых годов это идет еще из тех давних времен когда у них хоть что-то осталось но новых на работах у них нету это правда но я но я просто надеюсь ген понимаешь что может кто-то все-таки позвоните скажет ребята вы не знаете вот у них есть вот это дамы вас лучше может вы нам подскажет добрый да я хочу сказать что там умные и толковые люди если они оттуда могли вывести миллионы и купить беспапортий значит это умные и толковые люди воровать воровать вы знаете это не так трудно вы тоже могли бы я думаю с воровать и привезли на возможность власти оказаться чтобы воровать вы не думаете это не так просто украсть это не могли вывести миллионы еще не молодцы они хорошие мы задаем вопрос по поводу того что производится никто ворует и в каком количестве вывозится а что какой создал какой-то продукт который может вывезли вы сами сказали пять домов тут купили поэтому значит за пятой они произвели они сюда приедут и будет они в денежки скажите а чем их воровство помогает стране вот как она развивает эту страну главный ответ надо отвечать говорите пожалуйста добрый день будьте любезны не говорите пожалуйста звонят но нет такого слова звонят просто вы на радио как-то следите за своей речи хоть воните спасибо за как бы это такое такую поправку народ так звонит аж звонит а во всяком случае мы принимаем корректировки мы можем в чем-то быть неправы но говорите пожалуйста я понимаю запускается и у нас хоть одного человека запустил а кого россия запустила все как мы науки летают на российских ракетах вы говорите правда так вы хотя бы говорите реальные вещи не надо уже все же взрослые люди и не надо уже такой стене унести что все у России все развали правильно там воруют а что здесь не воруют или еще как ну о том как здесь воруют и наверное я прошу прощения гена и наверное отсюда деньги перекачивают в Россию да те кто своровал они наверное все в Россию тащат и в Россию все переводят все деньги в России вы просто говорите реальные вещи я говорю реальные вещи понимаете вы можете согласиться и он нас запускает ну что он запускает он что-то запустил стоящее конечно запустил стоящее а что нет вы будете с нами спорить а что он запустил он хоть одного человека в космос отправил подождите а что отправила Россия кого в космос отправила Россия а кто работает на космической станции это кто кто их зовет это уже на работе подождите подождите все экипажы которые сейчас работают последние 10 лет на каких ракетах они висают в каких состояниях это работает вы знаете какие проблемы ни один человек не погиб что вы несете вас просто противно слушать хорошо значит не слушайте я просто хочу ответить молодому человеку или не молодому человеку не знаю прежде чем вы мне будете звонить и с нами ругаться и спорить да вы сначала почитайте всю информацию связанной с роскосмосом и что там происходит и к и и и какой доклад сделал рогозин понимаете почитайте потом вы мне позвоните и скажете то что я говорю я это хорошо знаю давайте следующий примем алло да да говорите пожалуйста добрый день говорите здравствуйте здравствуйте я хочу вам сберечь энергию спасибо можно сказать лаконично не столько слов как вы уже несколько лет говорите скажите просто россия-какашка и все это немножко ну правильно не надо столько времени тратить спасибо большое значит мы делаем ген резюме что мы говорим естественно жаль что произошла трагедия во франции то что мы говорили и посмотрим как будет развиваться события в россии будем посмотрим как будет развиваться и до следующего буду рада большое всем спасибо спасибо спасибо